У-у-у. Приветище! Мы находимся в бикини-ботом, который нужно спасти, и сегодня мы направляемся в помойное ведро. Поехали! Робот выглядит так же, как Патрик. И изо рта у него так же воняет. Денёк что-то совсем не задался. Губка, Боб, скорей. У Сквидворда дела хуже, чем у бобов для бурита на сковородке. Нужно ему помочь. Ты права, Сэнди. Но если робот и правда похож на Патрика, он проглотит нас на десерт. Что же нам делать? Нам нужно придумать что-то. И живо. Может, кнопка у него на спине приведёт к самоуничтожению? Попробую нажать её. Хорошая идея, Губка, Боб. Но медлить нельзя. За дело. Оу, похоже, Губке, Бобу придётся. Непросто. А, это было просто. Так, ведущий, я чё-то даже не понял, ты за кого? За меня или за эту жестяную банку? Патрик использует большой барьерный лифт. Вообще пофигу, что он там использует. Мне главное нажать на кнопочку. Вы только посмотрите, у робота закружилась голова. Отлично, это мой шанс. Ох, роботу достаётся. Трухишечки, трусишки. А, у меня же всё полным-полно. Пока что я не испачкал свои труханы. Снова барьерный лифт. А эта жестяная банка умеет чё-нибудь кроме барьерного лифта. Чё так однообразно. Уф, и робот повержен. Повержен? Мне так не кажется. Слишком рано. Теперь робот получает хорошую трёпку. Получил толстый розовый. И вонючий. Я, кстати, думал, что вот эти зелёные шарики — это мороженка. Видишь, у него в руке зелёное мороженое, как будто миндальное. А оказывается, это у него изо рта летит. Фу-фу-фу, как противно. Готовься, Патрик, я сейчас запущу тебе пятую точку шариков. Ну всё, ты довёл белку до белого коленя. Сейчас ты у меня отведаешь чили по-техасски. Что же придумает Сэнди, чтобы разморозить губку Боба? А просто подышать на эту глыбу льда, наверное, не сработает, да? Ладно. Нам нужно снова надавать этому железному Патрику. У робота снова закружилась голова. Сейчас втащим его. Вот так вот. Ну, и что ты будешь делать с белкой? О, смотри, ключки появились. Опачки, новый приёмчик. Эта горячая слизь может расплавить что угодно. Ужас какой, лучше мне не падать. Вы только посмотрите, как белка задерживается в прыжке. Раз, два, три, поборот. О, отлично. У Патрика сейчас давно закружится голова. И у меня появится шанс. Момент настал. Теперь нужно как-то до него допрыгнуть. Вот так. Ух, чёрт возьми, упал в эту раскалённую жижу. Так, 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 так. Нужно придумать какой-то коварный план, чтобы можно было до него допрыгнуть, нажать на кнопку и не упасть в эту раскалённую лаву, которую он сейчас разлил. Ой-ой-ой, ёженьки, вот это попадание. Бежим, 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 белка. Не сдаёмся. Нам ещё спить надо и спать, чтобы спасать. Робо Патрик закружился. Это говорит о том, что он скоро упадёт от головокружения. Это нам на руку. Но я не придумал план, когда не надо прыгнуть. Всё, ему стало плохо. Так, 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 и как быть-то? Может быть лосо? Нет, лосо нам не поможет здесь. Чё-то по-любому с крючкой... А-а-а, вон оно что. Всё, я понял. Когда мы прыгаем на крючок, в этом месте падает ящик. Мы можем прыгнуть на ящик и ударить Патрика. Всё. Теперь я знаю, как его уничтожить. Осталось только дождаться момент, когда я смогу воспользоваться этим методом. Отлично, момент настал. Прыгаем на коробочку. Да что ж такое-то, мимо коробок попал. Фигово, что это жижу убивает тебя сразу. Это прям вообще... Я негодую. Зачем мне тогда трусы? Защитные мои труханы. Давай, Патрик. Блин, ещё и уйдет задел меня, ты посмотри, а. Только дай мне до тебя добраться, я тебя вскрою своим консервным ножом. Банка, ты же стеная. Чёрт. Наступил в эту жижу. О, 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 смотри. Ему плохо. Роботу плохо. А нет, он встал, кажется, опять. Да что ж такое-то? Хватит уже кружиться. Давай падай. Есть. Остается только вызвать коробочку. Вот она. Аккуратненько прыгаем на неё. И ударяем. Отлично. Всё сработало. Всё как по маслу. Ещё немного зелёной этой штуки, и губка Боб вернётся на ринг. А, точно, она же может расплавить вот эти глыбы льда. Блин, прикольно. Надо сделать так, чтобы он побольше налил её. Но, с другой стороны, если он ещё вылит этой зелёной жижи, то платформы все зальются. Блин, задел меня. И если эти платформы зальются, то мне придётся только прыгать по крючкам. А это вообще не круто. Я могу упасть. Так, Патрик крутится. Точнее, железный Патрик. И сейчас у него... Да! У него закружилась голова. Нужно, чтобы ящик упал прямо за ним. Вот так вот. И, скорее всего, это будет последний удар. Ровненько падаем. Ах, не успел, не успел. Слишком долго всё это делал. Нужно пошустрее быть. Кстати, жалко, что здесь нету Патрика. Был бы прикольно посмотреть, как Патрик дрался бы со своим робоклоном. Так, отлично, он упал. Ящик призвался где нужно. И сейчас он получит. Ю-ху! Жарче, чем в Сафари в июле. Пора показать этому роботу, где гайки зимуют. Сработало! Губка Боб снова в деле. Да, я снова в деле, но только вот жижи стало больше. Ты посмотри, платформы почти скрылись. Будем бомбить его при помощи мыльных пузырей. Чёрт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Кстати, ты видел, я упал в жижу, но не умер. Получается, что теперь можно на неё наступать. Но будут теряться труханы. А ещё, по-моему, вот этот робо Патрик стал очень много пускать своих вонючих шариков. Мне кажется, что сейчас самое лучшее время для боулинга. Получил по жопе. А, разозлился. О-о-о, ледяное дыхание. Ничего себе. Надо быть очень аккуратным. Раз-два-три, поворот. А, до меня только сейчас дошло. Почему раз-два-три, поворот? Это, короче, намёк на то, что мне нужно будет сейчас уворачиваться. Ага, момент. Играем в боулинг. Е-е-е-е! Последнее попадание, и всё. Мы прикончим этого робо Патрика. Если он не выкинет под конец какой-нибудь суперприёмчик. Уворачиваемся, уворачиваемся. А ещё я могу вот так вот уворачиваться. На цыпочках. Запускаем боулингстар. Ура! Победа! Спасибо за спасение, ребят. Не думал, что скажу это, но за мной большой должок, губка Боб. Скажи спасибо, Сэнди. Если б не она, мы до сих пор были бы ледышками. Ой, ну ладно вам, мальчики. Засмущали. Кажется, у меня это зелёная штука в штанах. Мне так жаль, Плантон. Но лаборатория помойного ведра заперта. Я не знаю, накоплю ли я когда-нибудь достаточно золотых лопаток, чтобы попасть внутрь. Да, это система безопасности помойного ведра. Я сам её спроектировал. И очень горжусь этим. Она должна была защищать это место от толп всех этих грязной. К сожалению, я не предполагал, что сам окажусь с этой стороны. И что ты будешь делать, Планктон? Мы, я, конечно, имею в виду тебя, собираемся выйти наружу и забрать эти золотые лопатки. Или я никогда не вернусь в помойное ведро и не верну контроль над твоими роботами. Что ты сказал? Я говорю, никогда не вернусь в помойное ведро и не сварю тупо соль с томатами. Что-то тут нечисто. Ага, губка Боб почувствовал подвох. Но он всегда ходит вокруг да около. Но никак не может въехать. Бабл Бадди, уверен, следующее движение, которому ты меня научишь, будет самым лучшим. Абсолютно точно, губка Боб. Скрипим мизинчики, чтобы закрепить наш супер уговор. Я чё-то не понял, я вроде бы шёл в помойное ведро, оказался в Бабл Бадди. Как это вообще возможно? Будь у меня мизинец, я бы с радостью. Давай я тебе его выдаю. Давай выдаю тебе мизинец, а забавно. Да, возможно позже. А теперь обрати внимание, губка Боб, этот пузырь просто сногсшибателен. Я уже весь в супервнимании. Пока стоишь на месте, нажми на эту кнопку и увидишь пузырь, которым сможешь управлять во время его полёта. Это же так круто. Ого. Но, Цельси, осторожно. У тебя всего несколько секунд, пока пузырь не лопнет. Я пузырьковая машина. На. Так, давай попробуем. Ух ты, нифига себе. Ничего себе. Вау, торпедный пузырь. Круто. Ой. Я хотел бомбануть вот эти штуки. Давай попробуем. Полетели. Цель захвачена. Круто. Вот это да. Вот это сногсшибательно. Ух. Так, я хотел в помойное ведро сходить. Посмотреть, сколько там нужно лопаток. Можно зайти? Ну, наконец-то мы зашли в помойное ведро. Здесь можно получить еду. Да, но тут не получить любви. Ух ты. Срочные новости. Власти подтвердили, что заполнившие бикини-ботом роботы действительно появляются из помойного ведра. Да, именно оттуда, где вы находитесь. Планктон владелец помойного ведра, хорошо известный созданием роботов. Единственная цель которых — вызвать разрушение и хаос отрицает свою причастность. А затем растопчут ваших детей. И растопчут детей ваших детей. Это был срочный выпуск новостей бикини-ботом. Ужас какой. Короче, чтобы попасть на кухню у помойного ведра, нам нужно 75 лопаток. Их мы обязательно соберем, но это будет уже в следующих сериях. А пока не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну, а на сегодня все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok